Посмотрим, что у нас там намело. Вчера я показывал. Так. У-у-у. Еще больше. Сейчас вот будем чистить все это дело. Давай, начинай. Первую лопату засниму ее. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот так вот. Трудовые будни. Сегодня у нас воскресенье. Как раз нам делать нечего. Поработаем тут. Покидаем снежок. Не буду показывать, как почистим покажу. Сегодня у нас какой? Четвертое ноября? Да. С праздником, дорогие россияне. С Днем Народного Единства. Ладно еще мужчине чистить снег. А вот бабушки чистят. Вот там живет бабушка одна. Вышла сейчас, снег ковыряла. Здесь вот женщины живут. Короче, не очень хорошая перспектива. Да и мужчине-то когда чистить? Типа вышел, покидал. Ну ладно, если дома делать нефиг. Вышел, покидал, размялся. Да, если вообще дома не бывает, на работе. Обалдеть. Тогда что делать? Еще и снег чистить. Ну, для того, чтобы не чистить снег, надо жить в квартире, чтобы за тебя все это делали. Некоторые же так и живут. А мы не некоторые. Я вышла с лопатой. Снег я не так чищу. Кидаю ее не туда. Муж мне сказал держать камеру. В общем, снег тоже лучше меня очищает. Юра, ты не хочешь россиян поздравить с праздником? С праздником, дорогие россияне. Я что-то вспомнила. А то видео грустное. Дорогие россияне. Интересно, а как вы отмечаете этот праздник, дорогие россияне? А у нас все как будний день. А как без работы? Человек же живет каждый день, дышит. Надо работать. Проснулся, работай, да? Да вот, ноябрь только на часах. Еще весь ноябрь, декабрь, виновь, марта. Пять месяцев. А, апрель. А апрель еще бывает, что не так много. Мне казалось, 6 месяцев. Говорят, 3 месяца лето, 3 месяца осень, 3 месяца зима и 3 месяца весна. Да, ну, у нас 6 месяцев зимы. Один месяц весны, один месяц... Лето. Осень. Ну, в этом году осень хоть была очень прекрасной. И когда выпал первый снег, я мужу говорю, и холод. Я говорю, как ты думаешь, еще будет тепло? Он говорит, будет летом. В мае или в апреле. Ну, так что я буду ждать тепла. Юра очищает, чтобы нам выехать. А остальное что, Юр? Барабашка... Весной. Весной. Я думала, барабашка нам придет почистить. Надо ехать по делам. Пешком пойти в центр, за продуктами сходить. Лампочки купить. Лампочки сгорели, нету. Ой, это далеко слишком. И тяжело тащиться. Придется выехать. Один день выходного. Ну, вот и очистил. И я постояла тут с камерой. Сейчас еще колеса накачать в машине. И можно ехать, да? Зачем качать? Ну, ты мне вчера сказал, чтобы экономить бензин. Ну, он мне уже накачан. Он мне вчера спрашивает. Вопрос задаешь. Как ты думаешь, экономится ли бензин, когда колеса накачаны? Я говорю, откуда я знаю? Ответьте за меня, друзья. Экономится ли бензин, когда колеса накачаны у машины? Как положено. Мы будем играть в что, где, когда. Правда, призов мы не разыгрываем. Давай разыгрываем. Например, кто выиграет поздравительную открытку, видео. Пока. Это не видео поздравительную открытку. Кто хочет видео поздравительную открытку? Конкретно этому человеку? Да, с Алтая. Видео открытка. А что ты будешь показывать на ней? Просто поздравишь и всё? Играть будешь? Играть будешь на инструменте? Что захочет тот человек? Ух ты. Чего в моих силах? Это я, называется, так вышла, помогла почистить. Ну что же, пора мне и домой. Почистила уже. Почистили всё, убрали. Теперь можно выезжать. Там наш гаражик. Видите, как почищено. Поедем, внучек попроведуем своих. Лариса сходила в магазин, что-то прикупила, довольная. Ничего не прикупила, яблоко притащила. Сейчас едем, продолжаем движение в Барниаполь. Прикупили тут яйца. Почем у нас яйца? Скажите, Курик. По 47 рублей. Хорошие. Крупные яйца. Самые крупные, по-крути. Ну я говорю, крупные, хорошие. Номер какой? Для этого, высший сорт или как там? С1. Нет, С0. С0. О, С. Русская С, да? Ну вот там написано на цене. А что тебе вот этими лотками не дали? Я не просила. Их-то лучше бы захоронились. Не знаю, я что-то сегодня так решила. Вообще, я всегда же по 100 беру. А что сегодня 60 взяла? Скажи, к нам магаз уже бегала, здесь покупала. Чтобы бегать потом? Ну. Покупать подороже. Да. Я люблю это делать. И не крупные. Вот так вот по делам мотаемся. Что тебе сколько с тобой услуга? Что я десяток? Что ты делаешь? Другой? Да нет. Вот, клоточки. Спасибо. До свидания. Хорошего вечера вам. До работы. До дачи. Е-мое, что-то не могу мотить. Сюда прямо поставим. Ну вот, едем по мосту, как обычно. По старому мосту Барновул. И видно по Аби идет шуга. То есть, лед, не замерзший, кусками. Такой уже подмерзающий. Скоро общее станет. Сейчас чуть-чуть морозе спасение, и все, и встанет. Приехали. Шоколадок. Короче, гостинцев набрали. Куда я пошла-то? Куда я буду? Идем к внучкам, гостям. Их дом делают ремонт. Видите, фасад хотят обшивать там. Уже, наверное, ну, с весны. То есть, полгода. Как говорится, конь не валялся. Сейчас зайду в подъезд, покажу. О, тут, оказывается, не работает. Домота. некому. Точнее, верно. Такой. Вот, ремонт прозвищается. Хорошо. Все люди повесили. Темнота. не работает. Почему ты не выслать? Потому что лампочек, наверное, нет. Надо спросить. лампочек, лампочек. Лучше. Я положу к плиткам, но ее не будете, потому что у людей дверь не откроет. Представляешь? Четки. Настя, Эльза, ты очень красивая. Настя, Эльза, а мы что-то тут вам привезли? Что-то вкусненькое, Эльза? Мне нужны перчатки. Смотрите, я от моих рук аж шарик даю. Ты раздевайся. Сначала. Ты видела. А со мной будешь ты ловаться? Так, вот, треча. Стави, ты сейчас проклеишь. Упорно выключай свет. Настя показала ей. Денис, давай. Расскажи, тебе нравится? Лошадка, нравится? Не хочешь? дай нам тогда лошадку свою. Дай нам лошадку. Настя, зачем ты ей ножку подставляешь? Это школа, ты будешь директором. Я директор? Да. А ты кто? Заочек? Я, вообще-то, школьница. Школьница? А что ты какая-то школьница, с губами накрасанными. А ты тоже школьница? Телефон? Ты заметил, что на мне шуба одета. Вау. Из мутона или еще это? Так сегодня же зима. А? по игре. Понятно. Так она и не по игре зима на улице. А у тебя что, зеркало? Как включить свет? Вот. О! Так, так, так. Что мы изучаем? Английский язык для детей? Нет, нет, нет. Мы изучаем моду. Моду? Какая-то модная у тебя школа, да? Да. Мы вчера и позавчера английский учили. Понятно. Раздеваемся. В школе нужно раздеваться. Берем к обеду ложку. Да? Будь здорово. Так. Я директор школы. Хочу научить ученицу моде. Модной моде. Вот эта девочка называется зеркало модное. А вот это называется как блески, да? Да. А вот это заколки, да? Это да, я директор слушаю. Вау. Так, ученица, ну что, выучила уроки еще эти преподавал? Спасибо. Зеркало. Заколки, блески. А это что у нас? Это пудра? Нет, это помада. Помада. А, вот это красивое сердце, которое я приношу часто. Нужно краситься как можно красивее. Вот первый урок. Будешь так? А? О, это ты рисовала? Да. Для чего рисовала? А вот эти вот кнопочки? Угу. Это что, клякса у тебя такая? Это не клякса, это Софа рисовала. А, это София помогла тебе. Классно. Ничего, мне не помогает. Раз. А-а-а. О, а ты что, тоже в школу к нам хочешь поступить? Да? Это моя новая ученица. Говори. О, новая ученица. Новая ученица, София, познакомьтесь. Нет, говори. О. Новая ученица, о, новая ученица, София, познакомьтесь, дети. Здравствуй. Ой, какая она маленькая, красивенькая. Даже ничего у нее на голове нет. Губы не накрашены. Ха-ха-ха. Это злые мальчики смеются. Да? И там как будто нас много, да, здесь? Да. Ну, как смеются злые мальчики, покажи. Ха-ха-ха-ха. Ой, это что за греть? Здравствуйте, София. Ой-ой-ой, ешеньки. А, а когда они так смеются, ты их наказываешь и ведешь к самому главному учителю. Так я директор и есть самый главный. Ладно. Я буду наказывать, как, как нужно наказывать? По заднице, а рузгами? Нет. Ремнем? Нет. А как? Отбирать очки. Ага, отбираю из их мачеков очки. Вы будете теперь не модные. Вы будете такие же, как София. Это мои очки. Вот так. Ну, а ты меня не наказываешь. Я, знаешь что, я типа добрая. Я вообще Ксюша. Ксюша? Да. Ксюша. А давай я была новой ученицей. Давай. София, смотри, к нам новая ученица пришла. На, ученица, вот она. Смотри, какая модная. Она будет самая... Нет, не модная? Ты модная? Вот так вот стал директором. Это что за вред? На задней, на самой задней парке сидит. Купили, купили новую куртку, внучки. Прошло уже не верно. Ух ты! Красотка. Ух ты! И забудь! Это тень у каждого. Ну, что ты легла-то? Ты встань. Встречу я. Клобода в этих хачках. Ну, что-то ничего, нормально? Да. Отлично. Зимняя, да, уже? Ручки вниз. Ты сама-то готова? Я-за. Все? Прыгай. Да. Ура! Все, выключайте. Пщаня. Красавица наша, маленькая. Когда приедешь-то? Кофе! Через следую. Ай! Пока-пока! Тань, помоги! Ну вот, недолгое, недолгое, как сказать, посещение внучек и пора домой. Сейчас заедем еще в магазин, подкупимся и погнали домой. Так вот, ремонт делают ужас. Ехали в магазин, где всегда вот этих рыб жалко. Получается, это у них тюрьма. Это камера смерти. Ну да, вот они, мертвецы лежат, а там камера смерти. Бедные они, смотрите, какие грустные. Они не знают. Ага, не знают. Короче. Встань, покойно. Да, я говорю. Я в шоке, звезда в шоке. Я потратилась. Я купила доску тебе за 300. Слушай, сейчас могут играть, нельзя понять. Ну все, снимай. Ну вот и подошел наш праздничный день. День народного единства и согласия. К концу мы приехали от внучки. Вот нам сноха, смотрите, сколько цукатов бастила у нас. Это я буду, может быть, кексики стряпать. Может, на видео покажу. Вот, спасибо снохе. Мы заехали, ребят, мы заехали. Нюра показывал там в магазины. Мы заезжали в птичьи, в Женечку, это у нас местный магазин Женечка самый дешевый. И заезжали в ленту и еще в одном магазине я купила какой-то хозяйственный, я купила себе два инструмента. Представляете, какая радость у меня за 330 рублей вот эти два инструмента. В общем, я очень счастлива. Также я купила себе досточку, но это я купила в ленте себе. Она стоила 315, что-то мне сделали скиску за 300 рублей и ее продали. И вот эту мисочку. Теперь у меня будет большая мисочка. А то у меня все поломалось. Старая щеточку купила. Ферри. И вот такой кондиционер я покупаю. Он стоит 30 рублей в ленте. Так что самый-самый дешевый. А вообще наши покупки вот эти, в общем, все взятые составили 4650. что мы купили? Сейчас раскладываюсь, думаю, ну ничего нет пожрать. Что можно вот здесь вот поесть? Фарш свиной и говяжий. Батончик колбаски. Скажи, по чем стоит, Тату? Ну, что по чем? Ты покажи вот сюда. Акция на него была, поэтому я его купила. И вот такой свинор купила. Потом тюлечку взяли. Людям цены интересны, не просто, что ты что взяла. Примерно хотя бы цену говори. Ну ты вот здесь вот покажи, и все будет понятно. Что понятно? Написано стоимость по карте. Короче, 219 по акции за килограмм. Я за 165, 959. Ну, не вижу я. У меня очков нет. Вот это за 415 по акции. Короче, я не буду цены рассказывать. Я, в общем, сложила покупки. У меня получилась сумма 4650. Вот все, что стоит на столе лежит. Я купила хурму два вида. Это я купила у нас в Женечке. Купила мандаринки. На базаре как-то я спросила, они стоили 250 рублей килограмм. Женечке они стоят 100 с чем-то. 120, 130, не помню. Теперь я купила яблоки вот такие очень красивые и очень вкусные. Мы, кстати, уже по яблочку попробовали. А, что хочу сказать. Кто живет на Латайске, может, смотрит меня. Творожный сыр я покупала в Мариэра, делала кексики, там стоил 83, в Женечке 63. То есть дешевле. вот такой сыр с грибами я купила тоже в Женечке за 27 рублей. Тоже там дешево. В Женечке вот такая вот кукуруза стоит 58 с чем-то. Что-то не припоминаю. Ну, около этого. А в Ленте она стоит 75 рублей. А ты где купила? Я купила в Женечке. Я же сказала. Ты плохо слушаешь? Вот это, конечно, я купила в Ленте. Это их торговая марка 365 дней. Это, как бы сказать, скидочная у них. Вот смотрите, я купила кусочками ананаса и купила колечками. Я обычно на Новый год раньше запекала горбушу в духовке с ананасами, кружочками. Поэтому я купила, думаю, а вдруг мне захочется это сделать. Ну, мало ли, может, еще чего-то. Чего я еще купила? Я купила лапшу доширак. Мой муж ее не любит, но... Деваться некуда. Деваться некуда. Он едет в командировку у меня, поэтому ему нужна эта лапша. будет, как гарнир. А вот с этого фарша я ему напеку котлет. Вот такой еще доширак взяла. Это нам за то, что мы там купили, ну, со скидкой вместе на 2 500 с чем-то в ленте. Нам подарили две игрушки. Вот такие. Сегодня, что ли? Да. Нефига себе. Играть будем. Так, вот это кофе я купила ему. Написанная одна цена продавалась за другую цену. То есть, подороже продавала. Две шоколадки купила, одну ему в командировку. Потом такой зеленый чай, молочный, улун торговой марки лента. Я его, как сказать, не рекламирую, но просто хочу сказать, что он мне понравился. Очень понравился. Тут и пакетики каждый, каждый завернут. очень понравился. Потом яйца. Юра показывал, как мы там яйца покупали. Что еще? И, собственно, и все. Да, хлеба мы в ленте набрали. Он по 17 рублей с копейками. Поэтому, как бы... одна булочка 17 рублей. Казалось дешево. Потом мы купили две пачки геркулеса. А сколько там грамм в этом куске хлеба? Ну, вот, 600 грамм. И вот две пачки снэков. Это тоже мне ему нужно будет сумку собирать с собой положить. Вот. А, что я еще в торговом доме, в котором я покупала яйца, в котором я затарилась на 680 рублей. Я купила кусочек масла и вот такую творожную пасту с курагой. Тоже очень вкусная. Все, что я там купила. Вот. Это было 680 рублей. Ужас какой-то. Ну, все. На этом я закругляюсь. Дорогие товарищи, дорогие товарищи. Все вам показали. Наш день закончился. Так что... снега накидались, внучек покидали, в магазины поездили. Дед так с ними игрался, что они его ушатали, он аж вздремнул бедный. Боже, что они делали? Так их двое. Двое же. Ну, и маленькая не отставала. Там я и директором был. Директором школы. Это Настя в школу играла. В общем, вот такие дела. Ладно, всем пока, всем хорошего настроения, всем здоровья, с праздником еще раз и всего-всего хорошего. Будьте едины. и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.